Я буду выступать в СМИ сегодня, о медиа. Я журналист, и всю жизнь был журналистом, ну, более-менее. И я думаю, что журналистика, это, по меньшей мере, столь же важна сегодня, никак не менее важна сегодня, нежели она была всегда. Скорее, более важна, чем прежде. Миша Сульман поговорил в своем выступлении, затронул несколько эту мысль. Важна журналистика, свобода прессы, свобода слова и здесь, и в других странах. Журналистика началась, скажем, 400 лет назад, 4 века назад. И она началась частично из-за того, что технологический прорыв произошел. Собственно, началась книга печатания в прошлом веке, за век до этого, но она стала уже широко распространена по большей части в странах Европы в 17 веке, в 1600-х годах. И после этого начали печатать первые газеты, первые новостные листки, если можно их так назвать. Вот выглядели они вот так, то есть был буквально лист бумаги, на котором с обеих сторон печатали новости. Равнение разное высказывались, там же была реклама, иллюстрации. И все началось с того, что начали информировать общественность, особенно людей, которые занимались бизнесом, с тех, кто занимались торговлей. Те из вас, кто знает про Шекспира, знают в одной из его пьес «Венецианский купец». Те, кто читали венецианского купца, они знают, что один из главных действующих лист, Шейлок, говорит сегодня, какие новости в Риальто. В Риальто, это мы знаем, в Венеции, торговля, прежде всего, все ростовщики, все торговцы как раз собирались на Риальто именно для того, чтобы узнать, что происходит в торговле, какие корабли прибыли, какой груз они привезли. И газеты начались как раз, вот, есть, пошли как раз с таких мест. Вот само в себе слово «газета», русское слово «газета», «газета» по-французски, как раз и образовано от «газета». «Газета» — это была венецианская монета, то есть валюта венецианская, малая такая монета, которой как раз расплачивались за газету. Отсюда это слово к нам пришло на английском, мы знаем его как слово «газет», по-русски вовсе «газета». И в таких местах, как Венеция, Амстердам, других портах, где, собственно, торговля происходила, именно газеты стали сообщать купцам, торговцам, всем заинтересованным торговлей, что именно происходило, где грузы, сколько они будут стоить, где они находятся. Они должны были быть точными, потому что люди, занимающиеся бизнесом, хотели знать точно то, что происходит, сколько все стоит, когда прибудут товары, потому что было сложно в то время дать точные сведения, потому что коммуникация происходила медленно. Но насколько это было тогда возможно, нежели знать правду. Вот это во многом одно из начал, первых начал журналистики и газет, точная информация про бизнес. Радзелам в то же самое приблизительно время государство, государство в разных странах мира, заинтересовалось книгопечатанием и печатанием газет, потому что осознали, что газеты, новости, журналистика являлась частью контроля над населением. То есть нужно было говорить людям то, что государство желало, чтобы они знали, что оно желало, чтобы они знали про государство, про его работу, про внешнее сношение, про то, что происходит с королем или будь то с принцем. Это был способ информирования населения о том, что государство делает то-то и то-то, что хорошо для народа или то, чему они должны подчиняться. Вот одно из, опять же, газет, опять слово газета, газету Франс, была первая газета, которую выпускали о французской двор, и она почти столетия выпускалась до тех пор, пока ее заменили. То есть была государственная газета, в ней публиковалось то, что государство желало донести до своего населения. То есть это в известной мере был способ контролироваться, и, как мы знаем, контроль над средствами СМИ по-прежнему остается тем способом, с помощью которого государство осуществляет контроль. То есть сообщает населению то, что оно желает, чтобы население знало. Поэтому второй элемент журналистики при ее возникновении было, собственно, государство, создававшее журналистику для того, чтобы сказать людям именно те новости, которые, как считало государство, им следует знать. Чуть позже, опять же, Миша Сульман про это говорил, чуть позже журналисты начали себя уже осознавать более независимыми и начали желать независимости, независимости от государства именно для того, чтобы они могли сами писать то, что они считали за истину, считали правдой. И очень часто то, что они желали сказать, ну, скорее, это было все же не истинно, а их собственное мнение, суждение. В Британии в середине 17-го столетия, в 1650-х годах, как вы знаете, началась гражданская война. По сути, война была между королем и той партией, которая вокруг него собралась, и новой силой, которая опиралась на парламент, которая набирала все большую силу и которая состояла, лидеры этой партии состояли, были те люди, которые оторвались как от католической церкви, как происходило ранее в Британии, в Великобритании, а также и от основной англиканской церкви. Это были пуритане, конгрегационисты, то есть люди разных вероисповеданий и деноминаций, то есть они отличались по вере как от государственной, придворной религии, так и от того, что в основном исповедовало общество. То есть было столкновение между политическими и религиозными взглядами, и отсюда произошло очень сильное, серьезное столкновение между разными политическими и религиозными лагерями, и отсюда возникла необходимость публиковать разные точки зрения, разные мнения. В то время, в середине XVII века, Джон Милтон, английский поэт, очень известный поэт, сам буританин, написал, опять же, очень известную поэму «Оцеренный рай», и написал эссе, памфлет Ариопагитика, который восходит по названию греческому, который означает «Те речи, которые выступали в Древней Греции». И вот в Ариопагитике он говорил, что должна быть свобода в стране публиковать разные точки зрения, что нет места в цензуре, что люди должны, те люди, которые думали по-разному, должны иметь свободу высказывать эти мнения, писать про это и говорить про это, даже если это шло вразрез с тем, что власти желали слышать от этих людей. И даже здесь, в Швеции, чуть позже, несколько столетий, десятилетий, простите, позже, Джоденюс, кто в то время входил в Финляндию, поскольку в то время входила в состав Швеции, простите, меня не расслышала, также утверждал то же самое, что и Милтон, но более радикальным образом. В Швеции, кстати, были вынуждены принять закон в 1766 году, согласно которому было утверждение, что и пресса, и высказывание чего-либо мнения должно быть свободным. И было записано, что граждане имели право знакомиться с государственными документами, то есть они должны перестать секретом, которым пользуется только государство, а должны быть открыты для ознакомления любым гражданам. Но, как вы понимаете, это долго не продержалось, потому что король очень расстроился от такого. И поэтому исполнение этого обещания произошло несколько позже, когда Швеция и другие скандинавские страны оставались тогда, остаются и сегодня теми странами, где свобода ознакомления с государственными документами, для того, чтобы понять, что же происходит в органах власти на национальном уровне, на уровне местного правительства. Кто угодно в теории может попросить ознакомиться. Конечно, есть некие ограничения, это понятно, но право, тем не менее, это существует и в скандинавских странах. Вот Швеция как раз самая крупная из таковых. Глава в известной степени в основе всего лежит свобода прессы, вот к ней все восходит, эта свобода доступа к информации. То есть был и третий элемент, а именно свобода прессы, публиковать точки зрения, публиковать в том числе и несогласные друг с другом точки зрения. Те точки зрения, которые были в оппозиции к тем взглядам, которые исповедовали правящие классы, будь то государство, будь то королевская власть, кто угодно. И в конце концов журналисты стали обретать все большую силу и власть. Обычно журналисты работали в одиночку, или очень часто они же сами бывали издателями, типографами, как и ранние журналисты в Америке, где они были одновременно, работали в типографии, иногда и владели типографией, наверное, два-три писателя. Они одновременно публиковали и газету, и они стали осознавать, что они могут заработать на этом деньги, и очень неплохие деньги. За счет чего? За счет того, что пишут про новости. И также они стали понимать, во всяком случае некоторые из них, что по большей части деньги получают за те новости, которые, в общем-то, никогда не произошли, за фальшивые новости. Они начали понимать, что людям, оказывается, нравятся некоторые новости. Им нравятся новости, чтобы в каких-то дальних странах происходили какие-то странные вещи, что когда про их врагов пишут какие-то ужасающие вещи. То есть людям приятно читать такие вымыслы. И все вот эти различные требования, которые общественность выдвигала, пожелания общественности, конечно, не всегда можно было удовлетворить, если писать только правду. Очень трудно выяснить правду. Сотни репортеров и телевизионных камер должны буквально записывать все события. Поэтому люди были склонны их выдумывать. Вот писатели эти их выдумывали. Поэтому вот эти липовые новости, или слово fake news само по себе, которое стало в наше время большим вопросом, оказывается, дело не новое, а очень старое. Уже 200-300 лет назад вот эти вот бросы, потому что его делали, собственно, журналисты, журналисты, которые давали людям то, что те желали читать. И журналисты знали, что если они бы писали про, например, двуголовых людей, которые вот везде живут якобы в Китае, и так писали про это во Франции в то время, никто ведь не сможет проверить, потому что никто не поедет в Китай, чтобы проверить, живут ли там эти двуголовые люди. То есть вы видите их в ранних газетах, много таких историй. То есть там были замечательные очень истории, но они, конечно, были далеки от правды. Поэтому вот у нас четыре основных вида журналистики. Все они друг с другом сталкивались, не соглашались, но некий единый стиль, который остался в силе до сегодняшнего дня. Журналистика восходит к этому. И в известной степени вот это все осталось в силе. Была нужда, чтобы люди, именно те люди, которые занимались бизнесом, делами, получали точную информацию для того, чтобы принимать суждения о том, куда инвестировать, куда вкладывать деньги, что предлагать. Государство при этом желало контролировать население, и, следовательно, хотело контролировать и прессу, либо за счет того, чтобы государство становилось главным СМИ, или за счет цензуры. И оппозиция, которая желала оппонировать, хотела дебатировать, и журналисты, которые желали заработать. И вдруг выяснили, что, оказывается, если они будут писать правду, то это вовсе не обязательно больше всего денег заработаешь. И только в XIX веке, то есть в 1800-х годах, произошло то, что журналистика стала уже на промышленную, можно сказать, основу, когда возникли достаточно крупные газеты, которые давали работу буквально сотням журналистам, репортерам, редакторам, потому что изменилась технология, и стало, возможно, печатать гораздо быстрее и больше, поэтому газеты можно было бы большими тиражами печатать за очень короткое время, потому что возникли железные дороги, которые стали тираж быстро распространять по стране. Это особенно важно было в Британии, во Франции, в Германии, в Италии, особенно в Англии, поскольку в Англии было относительно большое количество населения на относительно малом площади получало, и была очень хорошо развитая система железных дорог, поэтому газеты стали промышленным таким сегментом, журналистика стала профессиональным занятием, в которое пошли многие люди, и в силу этого постепенно и журналисты ведущие, и редакторы разработали, развили эту идею, что должно быть доверие общественности, это гражданская обязанность сообщать те новости, которые истинны. В Швеции, как и во всей Европе, и в Америке рос средний класс, то есть в самых богатых странах мира. Рос средний класс, и он рос очень быстро. То есть они были хорошо образованы, они имели профессии, и такие, как они были юристы, занимались, например, торговлей, поэтому они понимали, что происходит в мире, и они желали, чтобы им сообщали правду журналистам. Поэтому именно вопросы истины стали очень важны для журналистики. Это не значит, что все газеты всегда писали только правду, вовсе нет. Но, во всяком случае, возник больше спрос на сообщение истинных фактов. Требовалась больше проверка, что правда, а что неправда. Это особенно было верно в отношении Западной Европы, в Северной Америке, где США и в Канаде. Это было особенно важно, но только в 20 веке. И, собственно, только после Второй мировой войны именно возникла новая парадигма, новый подход к новостям, который во многом обязан, собственно, последствиям войны. То есть более серьезные дебаты начались среди самих журналистов в отношении необходимости сообщать правду, потому что именно этим должна заниматься журналистика. и среди самих журналистов это стало более широко воспринятой точкой зрения, а также среди политиков, среди профессионалов, что журналистика нужна демократике. Для демократии. Демократия нуждается в свободной журналистике. Если журналистика свободна, то есть если государство ее не контролирует, то тогда она должна говорить правду. Какой смысл быть свободным, чтобы лгать? Быть свободным это значит сообщать правду, сообщать истину общественности, потому что как, собственно, свобода нужна, необходима для сообщения правдивых новостей, но основная потребность была в том, что демократические страны в этом нуждались. То есть люди желали знать, чем занимается их власть, что происходит в обществе, что происходит, насколько это возможно, за границей, именно для того, чтобы формировать собственные суждения. И вот для этого всего информация, которая и делала их свободнее и более наделенной властью как отдельной личности и как группы людей, именно для того, чтобы стать полноцеправными членами демократического общества, для того, чтобы принимать решения на основе фактов, а не на отношения мифов, лжи или очень часто на основе просто незнания. И как считалось и как утверждалось, требуется образованное население, для того, чтобы, которое будет проживать в демократических странах, так утверждали и в 19-м еще в веке, но это стало центром концепции журналистики, ответственной журналистики, только в последнем веке такая мысль. В действительности, после Второй мировой войны эта мысль стала вообще принятой. Как бы то ни было, никуда не делась и другая журналистика, в самых разных странах. Журналистика по-прежнему была монополизирована во многих странах государством. по-прежнему журналистика особенно таблоидных так называемых, где мало кого интересовала какая-либо истина. По-прежнему журналистика должна была прежде всего быть заинтересована в том, чтобы заработать деньги, а не заниматься выяснением правды. И вот эти разные разновидности журналистики сосуществовали и по-прежнему сосуществуют. Итак, что же изменилось на сегодняшний день? Что же изменилось в нашем обществе? Как и чем отличается журналистика нынешней от прежней? Нет, она отличается. Если нужно сказать одним словом, что изменилось? А изменилось все благодаря интернету. Если мы скажем двумя словами, что изменилось? Это интернет и Дональд Трамп. журналистика до интернета, до сетей должна была исходить откуда-то, но во всяком случае мы знали, откуда идут новости. Очень часто журналист, например, его имя ставил свою подпись под своей статьей, хотя в действительности газеты 19 века и даже в 20 веке очень часто подпись не ставили. То есть не было подписи журналиста, и это стало все более и более часто встречаться с 50-60-х годов, но даже если журналист не ставил свое имя, но в любом случае хорошо. На что можно было сослаться на название газеты? Мы знали, что написал Лю Монт, что написал Нью-Йорк Таймс. Лю Монт, к слову говоря, возник только в 45-м году, но как бы то ни было. Куриера до ла Сера, главная итальянская газета, все еще мы знаем, откуда эти новости, мы знали что-то про это, мы знали их мнение, их позиции в политическом спектре было известно. Нам понятно было известно, откуда все это. И, конечно же, когда началось вещание, все понимали, что этот вот такой-то канал, будь то BBC, положим, или NBC, ABC в Америке, ну, было известно, что вот такой канал, мы сладали уже голоса, мы знали, откуда это все идет. Что же касается сети, интернета, нам же не всегда понятно, известно, откуда исходят новости. Вот есть знаменитая иллюстрация, карикатура из Нью-Йоркера, где-то лет 20 назад, когда только-только стал широко распространяться интернет, и там в этой иллюстрации две собаки, две карикатуры, две собаки. Одна собака сидит перед компьютером, стоящим на столе рабочим, а вторая сидит не на столе, а на полу и смотрит на нее. И вот та собака, которая перед компьютером, говорит той собаке, которая лежит на полу, что замечательно в интернете, это то, что никто не знает, что ты, оказывается, собака, а не человек. И вот эта иллюстрация, эта карикатура стала самой популярной, которую когда-либо опубликовали в Нью-Йоркере, в журнале Нью-Йоркер, потому что, в принципе, они сказали все правильное про интернет. Никто не знает, что вы собака. Никто не знает, кто вы такой, что вы такой. Если только вы, конечно, сами этого не заявите. Если только у вас есть некая-то подпись, напишите Джон Ллойд наверху, например, если вы хотите вместо этого написать собака или хотите написать Дональд Трамп, например, да все, что вам в голову придет, никто и так и не узнает, так ли это или не так. Конечно, те люди, кто знакомы с интернетом, те могут очень быстренько вычислить. Но по большей части люди этого не умеют, да им вообще все равно. Поэтому никто не знает, что это собака. То есть можно сохранить свою анонимность. Вы знаете, люди, которые, вот мы знаем прекрасно, люди в маске с усами, которые называемые анонимус, так называемые хакеры из групп анонимус. Никто не знает, кто вы такие. Можно выдумать все, что угодно, все, что вам угодно. Можно выдумать ту личность имени, которой вы выступаете. Можно выдумывать и новости. Можно утверждать, например, что ложь это как раз правда. И так мы получаем таким образом эти фейк-новости. Фейковые новости, то есть липовые новости, информационные вбросы. Еще раз хочу сказать, что они не сегодняшнее дело, а давнее. Но уже это стало сейчас широко распространено. Например, все, я думаю, знают, кто такой Марк Цупикерберг. Это человек, который создал Фейсбук, выдумал. Стал одним из самых богатых людей в мире. И одна из вещей, что Марк Цуперберг сделал, это тот, что он публикует много информации в сети Фейсбук. И, конечно, миллионы людей читают его посты, его сообщения, читают о том, чем он занимается, о его семье, о его, значит, ребенке, о его воззрениях, о его собаке, о его встречах с важными лицами, с, например, Папой Римским или с председателем Китайской Народной Республики и так далее. Журналисты однажды, значит, написали о господине Цуперкерберге, которым, кстати, говорилось, что эти посты, которые он публикует на, значит, Фейсбуке ежедневно, написаны, по сути, не им. У него 12, скажем так, теневых писателей, авторов, которые пишут от имени господина Цуперберга. Они пишут о его, значит, действиях, о его поступках, о его утренней пробежке и так далее, создавая тем самым образ хорошего, отличного парня Марка Цуперберга, значит, премьерного семьянина, любителя физкультуры и большого, значит, что совершенно не исключено, он, возможно, действительно любит свою семью, свою, значит, собаку, он по утрам бегает, но понимаете, в чем дело? Это своего рода мозаичная картинка, это картинка, которую создают некие люди, то есть некая команда людей, которые таким образом создают его публичный образ. Можно ли это назвать ложными новостями или, скажем, тем, что именуется фейк-ньюс? Ну, по сути, мы имеем дело с отчасти достоверной информацией, но в то же время и созданной, значит, или проецированной третьими лицами информации о конкретном, значит, людях. Люди гораздо живее, чем глянцевая картинка, и, к сожалению, та прилизанная картинка, которую мы наблюдаем в сообщениях господина Цукерберга в Фейсбуке, вряд ли позволяет нам заглянуть в подлинную жизнь этого человека. Когда мы говорим об анонимности, когда мы говорим о возможности создавать такие новости, их проецировать, то, по сути, как я уже сказал, мы говорим о создании образов в гораздо большей степени, чем когда-либо ранее в истории, потому что сегодня люди с гораздо большей простотой имеют средства создания таких образов. Все мы можем это делать. Нам сегодня не нужны специализированные антенны, каналы телевидения, радиочастоты, при том, что это, в общем-то, зачастую никого не интересует, если мы станем такими журналистами. Но иногда люди зарабатывают на этом состоянии, если им удастся, допустим, затронуть нерв какой-то. И во многом сегодня, скажем так, кандидатуры на медиазвезды, пожалуй, сегодня гораздо более открыты, чем когда-либо в истории. Господин Трамп, вернемся к этому персонажу и скажем о том, что последние выборы президента США совершили в известном смысле очередной медиаповорот. господин Трамп по сути был не слишком заинтересован в том, насколько правдивы или достоверны слова, которые он произносит или сообщает в письменной форме. За последние 50-60 лет президент США, хотя ранее ситуация была иной, но за последние 5-6 лет президент США согласно общепринятой практике. Люди, которые пытаются стать президентами США, заняв пожалуй самую могущественную политическую должность, обычно в основном избегали недостоверной информации. Почему? В первую очередь потому, что они находились под непрестанным и пристальным вниманием прессы. Так, слова, скажем так, недостоверные или заведомо ложные кандидатов президента США или, тем более, президента США выставлялись в публичном свете, нанося урон, иногда непоправимый урон, их политическая репутация. Это изменилось с приходом в политическое пространство господина Трампа, который, в общем-то, зачастую говорил абсолютно недостоверные вещи, но это не помешало ему стать президентом США. Пожалуй, одна из причин, почему это произошло, состоит в том, что во многом значительная часть избирателей в США состояли в том, что мы видели, как это происходит за все эти десятилетия. И это иногда может быть довольно утомительно, но мы знаем, уже теперь мы знаем, что удовольствие, развлечение это гораздо более простой мотив для человека. И господин Трамп прекрасно это понимал. Он, в конце концов, был телезвездой на протяжении десятилетий. Речь идет даже не столько о рациональной стороне, сколько об эмоциональной стороне взаимоотношений людей с властью. И одна из вещей, которую люди, по сути, или по всей видимости, хотели услышать это то, что госпожа Клинтон это лживая и неприятная женщина. Когда господин Трамп выступал на больших съездах, он говорил людям вещи, которые на его взгляд люди хотели услышать. Многие из его избирателей были настроены, например, против нелегальной миграции. И в частности, господин Трамп зачастую говорил о том, как он выстроит огромную стену на границе с Мексикой. Насколько мне известно, все еще ищет деньги на строительство этой стены. Он лгал о собственном прошлом, он лгал в отношении госпожи Клинтон, он лгал в отношении номинации на выставление номинации из республиканской партии. Ложь его была изобличена, но людям она нравилась, людям нравились его слова. И в связи с этим необычайно интересное событие, которое произошло незадолго до его избрания президентом. Речь идет о том, что во время предвыборной кампании на одном из таких предвыборных съездов он по сути насколько я знаю спародировал журналиста New York Times, которых был болен неврологической болезнью, из-за чего у него был постоянный тремор. И он соответственно пародировал этого человека. И это тремор, который вызван дегенеративным неврологическим заболеванием суставов. господин Трамп фактически имитировал его на трибуне и фактически люди смеялись, но конечно многие были шокированы, потрясены тем, что кандидат в президенты США насмехается над по сути человеком с тяжелым заболеванием. Американская актриса Мэрил Стрип выступая вскоре после выборов сказала о том, что господин Трамп унижает людей. И к сожалению это было воспринято положительно многими людьми. в таком случае все мы обречены на проигрыш сказала госпожа Стрип. Позвольте также сказать несколько слов о Кальян Конвей, который выступил в защиту господина Трампа. Конвей защищала его. И она сказала интервьюер говорил как же так этот человек был болен Трампу не следовало так поступать и она сказала Конвей сказала он в действительности не пародировал его он не насмехался ему было холодно значит ему было холодно он мерз там на этом съезде и вот он как-то пытался согреться но это же неправда сказал интервьюер она она ответила Конвей ответил вы говорите что вы в это не верите вы говорите что он лжец но это не так и любопытная строка почему почему все принимается за чистую монету вы журналисты всегда хотите слушать то что значит говорит господин Трамп вместо того чтобы заглянуть в его сердце ну что ж это причудливейшая фраза журналисты пишут о том что люди говорят что люди делают что люди пишут как спрашивается черт побери мы можем заглянуть в сердце другого человека но в известном смысле Конвей была права в одном многие люди не желают ничего слышать о фактах они заинтересованы только в эмоциях их интересуют эмоции они хотят понять и услышать то что им приятно или то что их устраивает то есть именно эмоции в этом контексте становятся превалирующей ценностью а не факт Конвей таким образом говорила о том что именно по этому принципу или согласно этому принципу в таком медиаполитическом пространстве действует господин Трамп речь идет не о фактах а об эмоциях важны эмоции а не факты то есть то что может вызвать эмоциональную поддержку госпожа Клинтон которая судя по всему была человеком рационального типа политического значит типа которая была в политике на протяжении 30-40 лет человеком которая знала значит по крайней мере рациональные вещи о внешней политике об экономике она говорила о реформах но господин Трамп не слишком много говорил о своей программе но он знал как значит как попасть в это эмоциональное сплетение в психике своих избирателей и с этим началась по сути дела целая новая индустрия фейк ньюз или ложных новостей кстати сказать Нью-Йорк Таймс сделала интересный сюжет о молодом человеке Бекила Забидзе в Грузии я знаю что здесь есть люди из Грузии которых 22 года говорил и писал на превосходном английском в которых сделал целый ряд сюжетов вполне ложных сюжетов и сделал на этом тысячи долларов и в частности говорил Нью-Йорк Таймс моя аудитория любит Трампа я не хочу писать плохие вещи о Трампе я не называю это фейк ньюс я называю это сатирой так например никто не верит в то что Мексика закроет свою границу или что США закроют но когда я написал об этом люди люди в этом поверили а я не мог поверить то что люди в это верят значительная часть его его сочинений имели вполне антимусульманскую направленность при этом сам он говорил я сам к мусульманам отношусь хорошо хорошо я совершенно не против мусульман но многие из моих читателей они против мусульман для меня это все имеет отношение или связано только с деньгами и ничего больше ничего личного вот молодой грузинский журналист сидящий в Тбилиси пишущий значит статьи или статейки как угодно на потребу своим читателям это его работа это то как он зарабатывает деньги и по сути мы говорим о новой индустрии о новом направлении с любым журналистикам президент Обама незадолго до того как он оставил Белый дом сказал журналу Нью-Йорку что его беспокоит скажем так экосистема медиа мира где все правда и ничто неправда и таким образом слова об изменении климата и аргументы против изменения климата на странице фейсбук выглядят абсолютно одинаково они одинаково читаются и к сожалению развитие или массовое распространение дезинформации без какого-либо провержения без надлежащих инструментов и средств проверки фактов существенно осложняют проведение осмысленной беседы до 90-х годов 20-го лет до 20-го века мы то есть до фактического развития интернета до эпохи Трампа если угодно мы опирались на факты линия фактов утрачена ниточка фактов оказывается порвана сказал бывший президент США так ли это готовы ли мы с этим согласиться ну пожалуй отчасти он прав в этом есть какая-то но это не новая проблема безусловно это многие люди так или иначе умеют находить правду умеют отделять зерна от плевел умеют устанавливать факты но кто тем не менее с нами говорит зачастую в сети интернет это сложно определить при этом существует целый ряд организаций новостных агентств телевизионных каналов которые все еще заслуживают доверия есть целые отрасли нашей деятельности которые по-прежнему нуждаются в достоверной информации и конечно же это важно в контексте самых разных стран так например возьмем пример Швеции мы говорим о вполне заслуженных и достойных публикаций и изданиях при этом в демократических странах набирает оборот и другая тенденция тенденция по проверке фактов по установлению действительных событий не только в журналистике но и в общем в гражданском обществе в политическом классе то есть фактически производится проверка того что написано Facebook и Google и Twitter нередко подвергались критике за публикацию нестоверных материалов ложных фактов и по крайней мере крупные корпорации как уже указаны Google Corporation корпорация Google и Facebook по их словам предпринимают определенные шаги для выправления ситуации в тоталитарных или авторитарных государствах мы по-прежнему видим полный контроль над средствами массовой информации со стороны государства ярким примером может служить Китай и в настоящее время при сегодняшнем режиме китайского политбюро китайским журналистам приходится не сладко можно тоже сказать господине о Египте и в общем-то о нарастающих диктаторских тенденциях мы видим определенное противостояние этому но нам известны примеры того как журналисты оказывались заключены в тюрьму Турции где мы как знаем как мы знаем совсем недавно президент многократно усилил свою позицию посредством фактически победы на референдуме о конституционной реформе в последние несколько месяцев несколько журналистов целый ряд журналистов Турции оказались за решеткой и многие телеканалы так же как и иные издания находятся под контролем государства пример заключения в России вы знаете об этом больше чем я мы знаем что в России больше свободы больше позиций и даже значит позиционных каналах средств массовой информации тех которые стремятся к значит открытости но при этом мы знаем что большая часть телевидения по-прежнему контролируется властями и и зачастую пронизанной пропагандистским духом в частности в отношении событий на Украине на Западе в демократических странах мы видим что журналистика более могущественна и более свободна но мы видим и тревожные тенденции например в Индии в стране которая часто воспринимается как образ современной азиатской демократии но мы видим как в Индии нарастают тревожные тенденции контроля или попыток контроля над редакционной политикой многих изданий так телеканалы и газеты в частности заинтересованы в неприкрытой или открытой журналистике находятся в довольно сложном положении тоже можно сказать о некоторых печатных изданиях и в частности об идеологической предвзятости этих изданий старая журналистика конечно это общее утверждение но вся журналистика которая фактически занимается добросовестным установлением фактов требует денег для этого необходимы средства для этого необходимо время для этого необходимы усилия если вы как журналист собираетесь опубликовать действительно данные исследования возьмем например панамские бумаги вот история о панамских бумагах часть которой была кстати опубликована в России требовала многих месяцев напряженной кропотливой тщательной работе с материалами в особенности в тех случаях когда речь идет о политических фигурах или лицах высоко стоящих в обществе с точки зрения того как они распоряжаются своими деньгами то есть журналистике тоже нужны деньги журналистике нужны средства и единственное к сожалению журналистик которая не нуждается в деньгах это как раз таки фейк журналистика или журналистика ложных фактов которые не нуждается